Святой князь Андрей Боголюбский – заметная фигура в отечественной истории и прославленный в лике святых правитель. Он начал утверждать на Руси самодержавие в противовес княжеским междоусобицам. Памятен он еще и тем, что благодаря ему был написан Боголюбский образ Царицы Небесной. О святыне, в честь которой накануне совершалось празднование, говорил глава Среднеазиатского округа, владыка Викентий. Подробности в следующем сюжете. Радуйся апостолам причастны венче, радуйся царям удобрения и державу. Боголюбская или боголюбивая – так называется этот образ, связанный еще с историей домонгольской Руси. Написанная по повелению князя Андрея Боголюбского, эта икона связана с событиями перенесения в город Владимир другого чтимого издревле чудотворного Владимирского образа Матери Божией. Святому благоверному Андрею явилась сама Богородица и сказала, что центр княжества должен быть именно в этом граде. Вот эта икона является для нас, для Русской Церкви, первой иконой, которая проявилась на нашей земле, в нашей Русской Православной Церкви. Крещение Руси совершилось в 988 году, а это чудо совершилось в 1155 году. Совсем недолго прошло с момента крещения Руси, как мы видим плоды благодати Божией на нашей Русской Церкви. Укрепление людей в вере в Бога – вот, по словам владыки Викентия, один из главных итогов того, что в самом начале становления государства Андрею Боголюбскому явилась Пресвятая Богородица. В основе нашей Церкви, в основе нашей веры православной, именно находится вот эта святыня, которая называется икона Божией Матери Боголюбивая. Пресвятая Богородица полюбила Бога с самого детского возраста. По молитвам перед этим образом не раз отступали на Руси холера или моровая язва. Русские войска отражали нападки неприятеля. Так было явлено заступничество Пресвятой Богородицы.